Всем привет! Если кто-то уже в сети и готов задать вопросы, пожалуйста, можете писать их в чате. Начну сразу с них. Ну что, друзья, у меня на часах 18.00. Надеюсь, что у вас тоже. Давайте приступим. Итак, у нас сегодня очередной вебинар под названием «Держим руку на пульсе». Не просто так я выбрала это название. Действительно, моя задача сейчас — помогать вам в ответах на вопросы, касающиеся поступления на программу, и, конечно же, помогать с подачей документов, поскольку подача документов, подача заявления для поступления на любую из программ «Вышей школы бизнеса», да и вообще «Вышей школы экономики» включает целый ряд шагов, если я правильно помню. Это 12 шагов по регистрации, поэтому, конечно, эти шаги могут быть связаны с какими-то сложностями или с дополнительными вопросами. И, собственно, наши с вами встречи раз в неделю регулярные — это, прежде всего, помощь моя вам для того, чтобы справиться вот с этими задачами по подаче документов и, собственно, вступлению на программу. Ну и, как я тоже обещала, я буду информировать вас о тех новациях или тех изменениях, тех уточнениях, которые происходят от приемной комиссии «Вышей школы экономики». И пока я не вижу еще… А, у нас есть… Да, вот, Михаил, спасибо уже за вопрос. Вопрос, связанный с темой эссе, где можно узнать тему эссе или содержание кейса для портфолио. Но если действительно речь идет о нашей программе, то у нас эссе нет, у нас есть профессиональный кейс, который является одним из элементов портфолио. И кейс, он решается следующим образом. Примера кейса демонстрационного у нас нет, хотя, ну, собственно, я думаю, один из них мы можем выложить, но поскольку у нас все кейсы, которые мы предлагаем и для зимней школы, и в прошлом году мы использовали для поступления, и, собственно, многие кейсы на программе, это кейсы, которые разрабатывают для нас компания и партнеры, нам, естественно, нужно согласовывать такие вещи, если мы хотим делать демонстрационные варианты. Ну, об этом мы действительно тогда, то есть я вот прямо в ближайший день-два поговорю, и я надеюсь, что мы действительно выложим тогда какой-то кейс для примера. Однако примеры кейсов, все-таки это надо понимать, кейс не может даже примерно содержать ту же самую ситуацию или тот же набор элементов, касающихся, например, HR-практик, которые там будут рассмотрены, как и в демонстрационном варианте. Поэтому мы этого не сделали раньше именно для того, чтобы не задавать вот некий шаблон, на который вы можете равняться, и, собственно, после этого, опять же, мы можем иметь какие-то проблемы, связанные с тем, а вот в кейсе, который был там демонстрационным, вот там были вопросы про мотивацию и найм, а вот в этот раз были там про, опять же, развитие, например, и оценку. То есть вот тут мы немножко так опасаемся некой шаблонности. Но поскольку вопрос возник, я тогда обязуюсь его с нашими коллегами-партнерами обсудить, и, может быть, мы демонстрационный вариант все-таки выложим. Тем не менее, как будет решаться кейс? Кейс заранее не выкладывается. То есть вы ближе уже к первой волне поступления, которая у нас будет, первая волна собеседования, это 31 августа, вы получите приглашение для решения кейса. То есть первая волна будет решать кейс в один день, в одно время. Вы получите на тот адрес, который вы при регистрации оставляли, или несколько адресов. Значит, на несколько адресов придет письмо с приглашением подключиться в определенный день, в определенное время для электронного решения этого кейса. То есть вы подключаетесь, вам в этот же момент дается кейс, который вы решаете час. После того, как этот час завершился, вы должны отправить его тоже на указанный в письме адрес. И после этого мы уже получаем, члены комиссии, ваши ответы, которые, собственно, оцениваем. Поэтому кейс не надо решать заранее, вы будете оповещены. Можете, опять же, задать вопрос, если кому-то не придет эта информация. То есть, опять же, у нас есть на странице нашей программы кнопка «Задать вопрос». У нас есть, опять же, адрес тоже на странице программы электронной почты нашей программы, которую я, менеджер программы, регулярно отслеживаем. Поэтому, пожалуйста, пишите таким образом, если вдруг не пришла информация об этом кейсе. Будет ли выложена запись вебинара? Я думаю, да, конечно, потому что вы видите, ну, во всяком случае, мне видно, запись идет, и вообще все вебинары у нас записывают. И да, я попрошу, чтобы это, ну, точнее, наверняка это будет сделано и так автоматически, поскольку это мероприятие, собственно, наши вебинары, организует служба централизованная в Высшей школе бизнеса, и все вебинары, они записаны и выложены на страничке, где, собственно, все вебинары, опять же, Высшей школы бизнеса, в разделе «Приемная компания» тоже выложены. Поэтому, да, все это есть. Если вдруг не найдете, то, пожалуйста, тоже пишите, обязательно будем делиться ссылкой. Так, вопрос по поводу документов. ВУЗ не выдал дипломы, есть академическая справка, а также проект дипломы с регистрационным номером, но без печати. Могу ли я участвовать в отборе с таким набором документов в образовании, а диплом подгрузить по мере получения? Да, Надежда, более того, вот на этот счет было тоже уточнение приемной комиссии. На прошлой неделе состоялось очередное совещание членов приемной комиссии Высшей школы экономики, то есть нашего всего большого ВУЗа. И поэтому на этот счет я тоже хотела дать уточнение. Но спасибо Вам вот за этот вопрос. Вначале отвечу на Ваш вопрос. Да, Вы можете сейчас принимать участие в конкурсной процедуре. Действительно, если это объективно пока еще затягивается выдача со справкой или проектом диплома с регистрационным номером, то есть, безусловно, мы Вас пригласим на собеседование, Вы имеете право участвовать в конкурсе. Но, понятно, для заключения именно договора об обучении, то есть наш ключевой документ о зачислении, это заключение договора о Вашем обучении и, соответственно, о плате. И в связи с этим, в связи с тем, что у нас программа платная, Вы можете нам подлинники документа, то есть подлинник документа об образовании, это касается всех остальных, то есть мы можем не затребовать от Вас подлинник документа об образовании. То есть, как только у Вас появится диплом, Вы его копируете, сканируете и присылаете нам этот документ. И по регистрационному номеру действительно там служба, соответствующая в приемной комиссии, она это проверит. Но сам подлинник документа об образовании, то есть диплом для платных программ сейчас не нужен, в отличие от бюджетных, где, понятно, Вы занимаете бюджетное место, и там обязательно должен быть подлинник диплома, который, собственно, говорит о том, что Вы получаете сейчас это образование за бюджетные деньги, и, собственно, не можете этим пользоваться бесплатно еще где-то. На платных программах такой необходимости, собственно, нет, поэтому не требуется оригинала документов. И, Надежда, еще раз повторюсь, для Вас до момента подписания нами с Вами договора о зачислении мы можем принять от Вас пока некий аналог документа, подтверждающего, что Вы завершили полный цикл обучения в бакалавриате или в специалитете. Так, Юля, да, интересные вопросы. Хотелось бы еще раз переслушать ответы на них. Да, более того, я довольно много рассказывала тоже об элементах портфолио и давала советы в том числе о том, как, например, формировать вот этот блок о достижениях, потому что подтверждение профессиональных достижений – это тоже один из таких элементов, по которому задается очень много вопросов. И вот тоже, опять же, к вопросу о том, как еще свои достижения, какие достижения, собственно, можно показать. В прошлый раз я не упоминала об этом, но, может быть, как само собой разумеется-то я имела в виду, но не произнесла. Поэтому дополнительно тоже, вот опять же, так, к прошлому нашему вебинару на прошлой неделе отнесусь к характеристике элементов портфолио. То есть, опять же, вот к этому блоку, подтверждающему ваши достижения. То есть, что может быть еще свидетельством о достижениях? Конечно, это рекомендательные письма. То есть, любые рекомендательные письма, которые характеризуют ваши качества, ваши компетенции, личностные, профессиональные. И, опять же, мы говорим о подготовке именно лидеров, HR-лидеров в компаниях. Поэтому HR-бизнес-партнеров, собственно, опять же, ваша активность, ваши лидерские компетенции, которые будут отражены в рекомендациях, это то, что необходимо. Если вы проходили стажировки длительные, короткие, справки о пройденных стажировках, справки о пройденной практике и так далее, все это вы можете прикладывать, ну и, собственно, не можете, а должны, потому что это есть ваши достижения, профессиональные, личностные. Это все то, что в данном разделе нам будет интересно видеть и что будет, естественно, вас характеризовать. Поэтому либо рекомендации из этих мест стажировок, практик и так далее, либо справки – это все. Ну, справка, конечно, она только фиксирует сам факт прохождения, но если есть еще какие-то документы, характеризующие, чем вы занимались, как вы это делали, и как вас действительно оценивают коллеги или руководители, то есть то, что обычно в рекомендательном письме пишется, это тоже, конечно, будет очень полезно взять. К вопросу о том, а если я, там, бакалавр только закончил, у меня не было опыта работы или опыт работы незначителен, или я проходил короткую практику, и, собственно, я не могу обратиться, там, к руководителю, который, может быть, там, видел меня пару раз, поэтому мне не от кого взять рекомендательное письмо. На самом деле нет. Рекомендательные письма можно брать от научного руководителя, то есть от руководителей дипломных курсовых работ, опять же, от руководителей вашего факультета, от ведущих преподавателей, с которыми вы работали, которые с вами работали, которые вас знают. Поэтому это не только, опять же, рекомендательные письма, которые подтверждают ваши профкомпетенции, непременно опыт работы. Это и, опять же, ваши старания в учебе, это ваши достижения в учебе, это ваши качества, опять же, которые вы проявили за время учебы. Поэтому все вот в эту копилку и профессиональные, и личностные рекомендации, и справки и от преподавателей, от руководителей, если вы были в компании, все это тоже мы ждем от вас, это все есть ваши профдостижения. Поэтому тоже имейте в виду, это вот дополнительно к элементу портфолио под названием «Свидетельство о профессиональных достижениях». Вопрос по портфолио. На что обращают внимание в первую очередь? Рекомендации от преподавателей, работодателей, какие-то проекты и кейсы? Ну, Юль, как я уже сказала, на самом деле все вместе, да, на все это мы обращаем внимание. Просто дело в том, что у каждого это свой пока еще опыт, свой бэкграунд, у кого-то больше, у кого-то меньше, но так или иначе, у кого-то это могут быть действительно и какие-то выполненные проекты профессиональные уже в компании, а кто-то это может делать как учебные проекты. Поэтому в вашем портфолио, опять же, о профдостижениях могут свидетельствовать и результаты учебных кейсов, учебных каких-то проектов. Это все тоже на самом деле, как правило, если мы говорим, а мы же с вами говорим о сфере, если менеджмента, да и вообще любой деятельности, там экономической и так далее, все равно любая итоговая работа, она связана с некой практической деятельностью, с неким применением. Поэтому вы всегда покажете то, как вы действительно смогли сделать что-то именно для практики. И поскольку речь идет, или в большинстве случаев речь идет, опять же, о практике в какой-то компании, то там вы всегда общаетесь с людьми. Вот вам и, скажем, соотнесение со сферой нашей деятельности. В любой компании, в любой сфере, в организации любого размера люди. Поэтому так или иначе, это тоже будет характеризовать, опять же, вашу работу непосредственно или близко к той сфере, которой занимается наша программа, то есть к управлению людьми. Так, вопрос о формате обучения. На сайте указано, что будут блоки, дистанты, очные занятия. На самом деле у нас действительно есть документы, это официальные документы, которые не изменялись, где мы заявляли гибридный формат обучения, когда программа стартовала. Но, к сожалению, гибридный формат обучения себя пока хорошо не зарекомендовал. И поэтому мы увидели это после первого полугодия обучения, что те студенты, которые активно, скажем так, подключались к занятиям именно онлайн, они, несмотря на стартовые, даже высокие баллы, имели очень скромные результаты по освоению дисциплин. И поэтому мы, конечно же, не могли таким образом выглядеть, ну, на это обратили внимание наши партнеры, потому что, собственно, наша программа, как вы знаете, она партнерская. Мы получаем гранты, мы получаем спонсорскую поддержку, поэтому наши партнеры, безусловно, не могли не обратить на это внимание. И решением руководства высшей школы бизнеса, ну и, собственно, на основании документов, документов, которые существуют в высшей школе экономики, где официальный формат обучения для основных образовательных программ, мы основная образовательная программа магистратуры, это только оффлайн-формат. Собственно, мы перешли полностью на оффлайн-формат обучения. Но поскольку у нас есть действительно необходимость привлечения к преподаванию коллег из бизнеса, то у нас, безусловно, бывают подключения наших практиков, наших, опять же, партнеров во время занятий онлайн. Поэтому получается вот такой вот гибридный формат проведения занятий. Но это не гибридный формат для студентов, тем более это не называется выбор. «Хочу, прихожу, хочу, слушаю в онлайне». То есть такого у нас нет. Сейчас этот гибридный формат реализуется через именно разные форматы организации, изучение дисциплины, опять же, подключение преподавателей. Ну и у нас есть так называемые дисциплины, сокращение мы используем МКД, межкампусные дисциплины. Вот если эта дисциплина межкампусная, то она действительно идет полностью в онлайн-формате. У нас такую дисциплину в этом году на первом курсе вела Ольга Геннадьевна Филатова, и это была дисциплина, связанная с цифровыми HR-технологиями, цифровыми HR-продуктами. То есть это действительно дисциплина была реализована онлайн. В остальном это у нас оффлайн-формат обучения. Уже, собственно, с января этого года мы полностью перешли на него. Если понадобится консультация так-так-так, ну, собственно, нам уже Webibot говорит о том, что если понадобится консультация технического специалиста, напишите текст обращения, сотрудник подключится к вебинару, ответит на ваши вопросы. Если у нас будут действительно вопросы, связанные с какой-то технической поддержкой, но пока таких не вижу. Так, пары в дневное или в вечернее время. Поскольку мы, опять же, программа магистратуры, несмотря на то, что магистрские программы у нас, они относятся, я имею в виду, и в высшей школе бизнеса, и в высшей школе экономики, они относятся тоже к дневному обучению, но мы понимаем, что в магистратуре люди преимущественно работают, то есть поступают те, кто уже работает, либо уже на первом курсе начинают искать место для трудоустройства и, собственно, тоже затем начинают работать. Поэтому мы проводим занятия с 18.10, то есть у нас первая пара начинается в 18.10 и заканчивается в 21.00. Две пары занятий идут по вечерам, то есть преимущественно мы проводим именно занятия в вечернее время. Но, как всегда, есть некие но, некие но касаются субботы, то есть мы можем ставить занятия и на субботу, причем, опять же, магистрские программы, да на самом деле и не только магистрские программы, в бакалавриате тоже это есть, поскольку на программах, собственно, нашей высшей школы бизнеса преподает много преподавателей, практиков, то есть это наши коллеги из бизнеса, не всегда они имеют возможность после рабочего дня или завершить до 6 часов все свои рабочие дела, потому что многие из них еще и являются руководителями тех или иных подразделений или компаний даже, и поэтому им нужно, говоря о названии нашего вебинара, держать руку на пульсе постоянно, так вот они могут себе позволить преподавать только по субботам. Поэтому в ситуации, когда действительно наш спикер или наш преподаватель, практик может преподавать только в субботу, мы организуем занятия по субботам. Но это у нас не каждую субботу, далеко не каждую субботу, то есть у нас был, по-моему, один курс по выбору, дисциплина по выбору была, 24 было академических часа, и они были разделены на 3 субботы по 8 часов, вот, собственно, 3 раза были занятия. И еще несколько раз тоже Дмитрий Анатольевич Смыслов, он у нас ведет, сейчас он сменил компанию, он с нами работал еще как вице-президент по персоналу и организационному развитию компании ВК, он вел у нас такую дисциплину, как цифровой HR, цифровые HR-бизнес-процессы, и вот там 2 или 3 занятия тоже были в субботнях. Но мы вообще-то субботами, понятно, не увлекаемся, потому что тоже, если мы даем занятия в течение недели, то суббота остается на самостоятельную работу, на отдых, ну, опять же, можно самостоятельно работать в библиотеке, некоторые очень любят, наши студенты любят наш кампус, поэтому приезжают в субботу поработать в библиотеке, поработать в нашем кампусе, кампус у нас очень красивый, тот, кто уже бывал у нас на днях открытых дверей, наверное, тоже в этом меня поддержат и тоже согласится. Так, друзья, есть ли у нас еще вопросы, на которые я могла бы ответить? Вроде бы я посмотрела, вопросов больше нет, ответила на все. Тогда еще раз, с вашего позволения, отмечу вот те уточнения, которые были даны на прошлой неделе, то есть в конце прошлой недели было совещание приемной комиссии и был дан ряд важных уточнений, которые для платных программ действительно являются значимыми. То есть, еще раз повторюсь, не требуется для платных программ загрузки оригинала документа об образовании, точнее, загрузка-то в любом случае будет копией, но нет необходимости затем ввести и сдавать непременно подлинник документа в наш учебный офис и в приемную комиссию. Поэтому имейте в виду, кто хочет это сделать, может это сделать, но такого обязательного требования для платных программ сейчас нет. Поэтому магистрских программ я имею в виду. Так что непременно получать подлинник и ввести нам здесь нет никакой необходимости. Что еще, опять же, разрешено и даже отменено? На прошлом вебинаре был вопрос о том, нужно ли и когда загружать в составе документов было такое заявление, которое называлось заявление о согласии на зачисление. То есть сейчас такой формы документов среди обязательных нет, и поэтому писать заявление о согласии о зачислении, загружать его, опять же, ввести подлинник, ничего этого не нужно. То есть заявление о согласии на зачисление, оно отменено вообще. То есть с ним вообще не надо мучиться, и, собственно, оно абсолютно сейчас уже не нужно. Основной документ, на основании которого происходит зачисление на платную программу, и, собственно, наше здесь не исключение, это договор, договор об обучении и, соответственно, оплата этого обучения. Оплата обучения, она у нас может идти по-разному. У нас есть те, за кого платят компании, у нас есть те, кто, то есть это сотрудники компании, у нас есть те, кто получает гранты от наших партнеров, и вот здесь эта история все-таки, то есть по идее у нас уже есть те, кто поступил по раннему приглашению, поэтому они могли бы уже заключать договоры, но я полагаю, что раннее приглашение тоже ждет возможности поучаствовать в конкурсе грантов, а конкурс грантов у нас будет по итогам, собственно, первых двух волн, если будет необходимость в третьей, то третья будет тоже в середине августа, поэтому все те, кто успеет подать документы до 15 августа, как у нас обозначено в документах, собственно, общевышкинских, это дата окончания подачи документов, все эти абитуриенты будут участвовать в конкурсе грантов. Для платных программ может быть продлен период подачи документов до 15 сентября, сентября, но мы не будем ожидать завершения конкурса, собственно, до 15 сентября, потому что официальное начало обучения у нас 1 сентября, следовательно, мы должны заключить с вами договоры основные, это до 31 августа, чтобы 1 сентября все уже имели возможность официально на основании заключенных договоров выйти на первые занятия. Поэтому, вот, собственно, зачисление на основании заключенного договора и участие в конкурсе грантов, это касается тех, кто успеет подать документы до 15 августа, как, собственно, обозначено вот это вот время основного приема документов на сайте высшей школы экономики, приемной комиссии и так далее. И основное зачисление будет до 31 августа. Это, пожалуйста, имейте в виду. Это вот то, что на сегодняшний день важного, действительно, я хотела сказать от, или по просьбе приемной комиссии высшей школы экономики о тех изменениях, которые произошли. У нас появился еще один вопрос. Сколько грантов от партнеров на данный момент есть? Как я уже сказала, у нас есть пять грантов, но они с трудоустройством, от компании Ростелеком. У нас два гранта от компании Headhunter. И мы сейчас ведем переговоры с компанией Газпромнефть, точнее, компания Газпромнефть это наш основной грантодатель, которая пролонгировала нам 10 грантов для первого курса, и сейчас мы, то есть для второго курса студентов, и сейчас мы уточняем, будет ли это такое же количество или чуть поменьше для курса первого. Пока мы не подписали официальные документы, я не могу говорить об этом в эфире, но гранты от компании Газпромнефть, собственно, нашего основного грантодателя, они обязательно будут. Более того, мы подвели итоги первого года обучения, то есть уже официальные рейтинги вышли по итогам первого курса, и вот здесь я должна сказать, что не все студенты, те, которые получили грант по итогам вступительных испытаний, смогут получить, то есть подтвердили возможность получения этих грантов в следующем году, то есть что это для нас означает, или что это означает для первого курса. Несколько грантов будет со второго курса переведено на первый, потому что у нас не будет полностью десяти человек, которые соответствуют условиям получения этих грантов, то есть гранты на второй курс выдаются только тем, кто не имеет естественно академических задолженностей и кто первый год, ну, собственно, мы по итогам первого курса обучения смотрим, кто не имеет ни одной оценки удовлетворительно, то есть имеет все оценки хорошо или отлично, поэтому те, кто имеет оценки удовлетворительно и те, у кого есть, например, задолженность по курсовой работе или еще по каким-то дисциплинам, они не могут участвовать в конкурсе грантов, и поэтому десять грантов, которые пролонгируются компанией «Газпромнефть» для второго курса на текущий момент, они выбраны полностью не будут, поэтому эти гранты мы, безусловно, будем перекидывать на первый курс, так что ситуация с грантами у нас она действительно хорошая. Уточнение по количеству грантов от «Газпромнефти» для первого курса вот мы сделаем буквально как только подпишутся все необходимые документы. Еще вопросы, друзья? О чем еще хотели спросить? я на самом деле здесь может быть выражу такое небольшое беспокойство, глядя на собственно список тех, кто уже подал документы, мы так невольно уже начинаем переживать, что-то мы не видим, чтобы этих документов было существенно много или вообще достаточно даже для открытия программа. Поэтому, друзья, те, кто уже писал, что планирует подавать документы, потому что у нас есть база абитуриенская и, собственно, на прошлой неделе я каждому персонально написала, напомнила, многие из вас меня поблагодарили, то есть дали обратную связь, спасибо большое, что откликнулись, но пока не вижу, чтобы начали подавать документы, поэтому да, конечно, нас немножко беспокоит, с другой стороны, может быть, такого беспокойства мы еще не испытываем абсолютно, потому что все-таки до 15 августа подача документов официально разрешена, да, и многие, может быть, тоже до этого момента так дали себе возможности немножко отдохнуть, сходить в отпуск, а потом подготовить портфолио и, собственно, да, подавать. Ну, Юля, да, вижу ваш комментарий, только дипломы получили, и скоро начнем подавать документы, да, это здорово, но, собственно, те, кто уже эти дипломы получил, конечно, тоже могут и поспешить. Почему для нас это важно? Потому что нам бы уже хотелось спланировать, например, слоты временные для того, чтобы приглашать вас на первую волну собеседований, и чтобы вы уже готовились, и чтобы мы тоже уже определили время для вот этого дня кейса, когда вы можете, собственно, подключиться, потому что тоже бывают такие ситуации, когда кто-то по каким-то объективным причинам действительно не может в этот момент подключиться, и тогда мы назначаем два дня, то есть время у нас так уже подходит к первой волне, а первую волну мы назначили первое, то есть 31 июля, 1 августа, то есть, конечно, хотелось бы чуть-чуть больше активности в этом направлении предпринимать, так что, друзья, если действительно есть какие-то вопросы и сложности с загрузкой документов, с тем, а что туда еще приложить, вот опять же документы об образовании понятно, диплом, но имейте в виду туда тоже идут еще и документы о дополнительном образовании, поэтому, либо, опять же, они могут идти в достижение, там различные сертификаты, там о тренингах, еще каких-то мероприятиях, если они есть, этот можно и в достижение, а в документы об образовании это, конечно, документы государственного образца, нам свидетельства, удостоверения, дипломы, все, что есть, может быть, у кого-то есть дипломы переводчиков, может быть, у кого-то есть еще какие-то, опять же, удостоверения, там о повышении квалификации, там еще каких-то видов переподготовки, то есть для тех, кто образование получал уже достаточно давно, все это, пожалуйста, тоже прикрепляйте, потому что это и документы об образовании, и в том числе свидетельства о достижении. В прошлый раз говорила о видеовизитке мотивационной, поскольку, да, вижу тех, кто подключился сегодня и не видел вас в списках. В прошлый раз тоже скажу, мотивационная видеовизитка, ее цель, естественно, рассказать о том, почему вы выбрали нашу программу, ну и, собственно, почему вы должны выбрать вас, да, почему, вот, собственно, вы считаете себя достойным в том числе учиться вот на такой программе, которая носит название управления людьми, цифровые технологии, оргразвития, то есть у нас здесь, помимо нашего ключевого фокуса управления людьми, да, еще два ключевых элемента цифровой технологии, это оргразвитие, поэтому вот эти сферы, это цифровизация, это HR цифровизация, это HR как лидер вообще цифровой трансформации в компании, которая помогает компаниям меняться, трансформироваться и трансформироваться именно с точки зрения цифровых технологий, вот эти все аспекты, пожалуйста, отразите, почему они вам интересны, да, какой бы граунд вы здесь имеете или какой потенциал видите и так далее. И по продолжительности идеальный вариант, конечно, от одной до трех минут, но возможно от трех до пяти минут, если кто-то хочет рассказать о себе поподробнее или тоже, как я говорила, если кто-то хочет также поделиться какой-то историей, может быть, обычной, необычной, стандартной, нестандартной о том, почему, например, вот эта сфера вдруг вас так захватила, вот вы занимались в бакалавриате одними вопросами и вдруг, а может быть, и не вдруг, и что-то действительно случилось или чем-то вы стали заниматься или кто-то помог опять же сделать вот такое открытие, узнать о программе, вообще заинтересоваться этой сферой, и вот, собственно, теперь вам она интересна потому-то и потому-то. То есть до пяти минут, пожалуйста, мотивационная видеовизитка это действительно такой формат, который мы очень полюбили с коллегами, и более того, здесь я тоже не буду скрывать, да и, собственно, это не секрет, как и в прошлом году, у нас в составе комиссии приемной не только преподаватели Департамента Организационного Поведения и Управления Человеческими Ресурсами Высшей Школы Бизнеса, которая реализует эту программу, но и наши практики. Это представители компании «Газпромнефть», это представители компании «Ростелеком», собственно, два наших ключевых грантодателя, и поэтому представители их всегда в составе нашей комиссии. То есть они, естественно, эти видеовизитки тоже смотрят. Компания «Ростелеком», честно скажу, поскольку предоставляет свои гранты еще и с возможностью трудоустройства, то эти видеовизитки смотрят руководители многих дивизионов для того, чтобы увидеть своего кандидата и сделать офферы. «Ростелеком». Поэтому вот здесь тоже, пожалуйста, посмотрите, подумайте, как это сделать, что о себе рассказать, о какую сферу своих, опять же, профессиональных интересов применительно к сфере нашей программы тоже отразить, огласить для того, чтобы быть интересным, например, кому-то из руководителей подразделений компании «Ростелеком». Потому что вот эти гранты, они предоставляются следующим образом по итогам встреч с абитуриентами, то есть по итогам собеседований коллеги делают как раз предложение прийти уже на собеседование в компанию как кандидату в сотрудники и, собственно, делают по итогам этого собеседования как раз офферы и на основании решения о трудоустройстве зачисляется наш абитуриент, который становится сотрудником компании «Ростелеком» на лидерскую программу подготовки HR-бизнес-партнеров, то есть включается в состав кадрового резерва и на этом основании компания оплачивает полный курс обучения, то есть в отличие от «Газпромнефти», здесь гранты даются на год и затем нужно подтверждать у компании «Ростелеком» таких ограничений, хотя я думаю, точнее, не то, что думаю, а они тоже отслеживают успеваемость студентов, но, тем не менее, там для сотрудников и, собственно, членов кадрового резерва лидерской программы это обучение идет сразу на два года, но оплачивается, собственно, оплата у нас либо по полугодиям, либо на год, потому что, опять же, возможность перехода на следующий курс, она еще зависит от успеваемости, поэтому сразу не оплачивается два года, потому что нужно еще перейти на второй курс, а это происходит только по итогам оценок первого года обучения, поэтому если три задолженности, то платная программа, неплатная программа, неважно, тут, увы, идет отчисление, но я надеюсь, что никого из вас это не постигнет, поскольку все-таки магистратура это всегда интерес такой более осознанный, чем бакалаврский выбор, который, может, иногда так под давлением родительского мнения, под давлением мнения друзей, вместе с кем-то пошли, подали документы, поступили, и так далее, и так далее, тут все-таки выбор более осознанный. Так, друзья, какие еще есть вопросы, о чем еще вам рассказать, потому что официальная, скажем так, информация у нас уже закончилась, и, собственно, я готова, если есть необходимость, еще ответить на вопросы, если нет, то можем, наверное, тогда закругляться. Еще раз проговорю те обещания, которые сегодня дала. Был вопрос по поводу примера кейса, и я обсужу сегодня и завтра с нашими партнерами возможность размещения, может быть, мы вот тот кейс, который использовали, например, на зимней школе, это кейс компании Ростелеком, может быть, мы его тогда и предложим в качестве демонстрационного варианта. Демонстрационный вариант, мы его разместим тогда вот в том разделе на сайте приемной комиссии высшей школы экономики, то есть здесь у нас не будет никаких иных вариантов размещения, вот там, где идет ссылка собственно, на документы и примеры как раз демонстрационной версии документов сейчас экзамена по английскому языку, там, демо-версия этого теста, там, какой-то аудиофайл, рекомендуемая литература для подготовки, собственно, вот в этом разделе официальном приемной комиссии, там, где все программы, там, где все собственно документы для подготовки официальные к поступлению, вот там мы тогда разместим. Если нужно будет, то есть не сможете увидеть, не сможете найти, тоже тогда напишите, ссылку дадим, ссылку разместим для того, чтобы вы могли все это увидеть. то есть вот об этом да, мы обязательно еще дополнительно тогда вас проинформируем. Ну и у нас вопрос с количеством грантов от компании «Газпромнефть» непосредственно для первого курса. Эта цифра тоже она будет уточняться, как только мы подпишем документы. Но они точно будут, тут, собственно, сомнений у нас никаких нет, потому что компания «Газпромнефть» это, собственно, та компания, благодаря которой наша программа и открылась, потому что идея создания этой программы действительно принадлежала руководителю Академического Совета нашей программы, собственно, ректору корпоративного университета компании «Газпромнефть» Илья Александровичу Дементьеву и, собственно, коллегам, его подчиненным, кто поддержал, собственно, вот эту идею, и мы фактически за год разработали концепцию, создали, и поэтому у нас большой договор о поддержке программы с компанией «Газпромнефть», и, собственно, мы в их поддержке ни в коем случае не сомневаемся, и, собственно, здесь действительно уже такие формальности немножко затянули подписание этих документов по объективным причинам, поэтому вот как только это будет сделано, мы, действительно, уже полные цифры всех наших грантов уже огласим, но в этом году у нас еще и компания «Хэтхантер», которая дает нам два гранта, то есть у нас три уже компании будут, и мы работаем, естественно, над тем, чтобы этих компаний было больше, потому что среди наших партнеров есть и другие представители крупного бизнеса, компания «Северсталь» и, собственно, ее технологическая дочка, это наш цифровой партнер, раньше они назывались «Тайлонтек», сейчас они сделали ребрендинг и называются теперь по своему ключевому продукту компания «Поток», для тех, кто уже знает некие цифровые технологии, цифровые HR-продукты, вот, собственно, такой облачный сервис, «Поток» вот этой компании, они наши партнеры, поэтому, конечно, у нас поддержка действительно очень большая. Ну что же, друзья, тогда если вопросов больше нет, запись у нас будет, мы обязательно это разместим, если будут появляться вопросы еще на этой неделе, пожалуйста, пишите, и даже я уже с вами коммуницировала по личному адресу, можно обратиться и лично, пожалуйста, здесь я тоже отвечу, ну, а так 24-го числа, следующий понедельник, мы с вами опять держим руку на пульсе, можем встретиться, можем обсудить, естественно, я скажу о тех опять же новостях, которые, надеюсь, у нас тоже будут, приятных новостях, ну и, собственно, ждем подачи документов на программу, уже хотим сформировать приглашение на собеседование первой волны и действительно приближаться к моменту подведения итогов открытия второго года обучения на нашей программе, собственно, второго первого курса, ну и, собственно, приближаем первое сентября, на самом деле, уже оно тоже не за горами, хотя середина лета и надеюсь, что все-таки летом удастся не только поступить к нам на программу, но еще и немножко отдохнуть, тем более, что не знаю, кто где, в каком часовом поясе и, собственно, географическом находится, но вот в Подмосковье сегодня наконец-то наступило лето, поэтому жарко, тепло, и я желаю, чтобы у вас тоже было тепло и было лето, и было хорошее настроение, ну и активность для подготовки документов и их подачи к нам на программу. Спасибо, друзья, спасибо за подключение, спасибо за вопросы, жду вас у нас на программе, ну и до следующей встречи, следующий понедельник, 24-го числа, держим руку на поясе. Всего доброго, хорошего вечера или хорошего дня. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Корректор А.